Белочка Малыш, вставай! Уже утро наступило! — А почему оно так рано наступило? — спрашивает Бельчонок. — Потому что солнышко уже проснулось и всем велит вставать. — А почему оно так рано просыпается? — Потому что у всех на земле много дел, и справляться с ними надо, пока светит солнышко. Ночью ведь не будешь дела делать. — А почему? — Я бы хотел ночью в лес сходить и орешков набрать. — Ночью надо спать, а не за орешками ходить. — Малыш, малыш! — покачала головой мама. — Сколько ты у меня отнял времени на свои вопросы? — Все необходимо делать в меру, в том числе и вопросы надо в меру задавать. Мне ведь надо идти за грибами, пора уже к зиме их сушить. — Идти надо далеко. — А ты каждому слову задаешь вопросы и еще споришь добавок. — Ах, как это нехорошо! Мама покачала головой, взяла корзинку и отправилась за грибами. — Ну, теперь поняли, почему не всегда хорошо быть очень любознательным? — Вот то-то же! А теперь слушайте дальше. У бельчонка этого был друг, зайчик, по имени Белохвостик. Очень осторожный и рассудительный. Они были совсем разные с малышом, но это не мешало им дружить. Так вот, после того, как бельчонок позавтракал, он побежал к своему другу Белохвостику. Поздоровался с ним, и они отправились в припрыжку гулять по лесу, весело напевая. Мы дружно, хорошо живем, в лесу густом дремучим. О нем мы песенку поем, ведь лес наш самый лучший. Систички радостно поют, жужжа летают пчелы. Как хорошо в лесу нам тут послушать хор веселый. Листочки на ветвях шуршат, нам лапой елка машет. И много шустрых лягушат в лесном болоте пляшет. Здесь тички радостно поют, жужжа летают пчелы. Как хорошо в лесу нам тут послушать хор веселый. Ручей по камушкам бежит, в нем солнышко сияет. Вода прозрачная журчит и что-то напевает. Здесь тички радостно поют, жужжа летают пчелы. Как хорошо в лесу нам тут послушать хор веселый. Друзья резвились, купались в ручейке, играли, слушали пение птиц. Им было очень хорошо и радостно. Но вдруг белохвостик насторожился. Понюхал воздух и быстро сказал «Похоже, беда в лесу. Дымом пахнет». «Каким дымом?» Удивился малыш. «Давай лучше снова играть. Почему мы перестали играть, а?» «Надо отсюда бежать. Я же говорил, что дымом пахнет». Встревоженно ответил белохвостик. «А что это такое, дым? И откуда он вообще берется? Я хочу это знать. Расскажи», — попросил малыш. «Сейчас не до разговоров, потому что если пахнет дымом, то значит, что где-то горит огонь». «А какой он огонь этот?» «Рыжий и очень страшный», — коротко прозвучал ответ. «Ну что ты! Я ведь тоже рыжий, но ведь я совсем даже не страшный», — махнул лапкой малыш и улыбнулся. «Ты очень много спрашиваешь, а у нас нет времени». «Как нет времени? Почему?» — удивился бельчонок. В эту минуту мимо них словно ветер промчались лесные козы. «Ах, какой-то почемучка!» — уже начал сердиться зайчонок. «Скорей, скорей!» — приказал он малышу. «Иначе мы не спасемся! Сейчас не до разговоров!» И тут малыш почувствовал, что ему стало трудно дышать, что кто-то невидимый ужасно неприятно щекочет ему нос. Вдруг исчез запах травы и цветов. Воздух начал пропитываться чем-то очень неприятным, и от этого внутрь, в самое сердце, стал забираться страх. Наконец, они оказались на большой поляне, которую пересекал овраг. И к своей радости на дне его обнаружили маленький ручеек. Белохвостик и малыш искупались, попили водички, их силы восстановились. Но малыш снова заплакал. Он схлипывал, жалобно пищал. Слезы крупные, как горошины, катились из его глаз. И только одно тихо повторял малыш. «Мама! Мамочка!» Белохвостик не мог этого выдержать. И, прижавшись к малышу, заплакал. Он долго утешал своего друга, кладил его по головке и тихо говорил. «Не печалься! Не плачь! Мама, наверное, тоже убежала от огня!» Вдруг он взглянул вокруг и радостно сказал. «Смотри! Уже не слышно этого ужасного треска! Уже не пахнет дымом! А какая здесь густая! Красивая травка растет! И птицы где-то поют! Слышишь, малыш? Интересно, а что там с другой стороны оврага? Давай посмотрим!» Малыш успокоился, вытер слезы, и они, перебравшись через ручеек, быстро поднялись по склону оврага на узкую опушку, за которой начинался незнакомый лес. Он был такой веселый и зеленый! Птички здесь так радостно и звонко пили, что друзья отвлеклись от своих грустных мыслей и тут же побежали по лесной тропинке. Дон-дон-динь-динь, дон-дон-динь-динь, звеним мы тихо здесь! Дон-дон-динь-динь, дон-дон-динь-динь, секрет в словах тех есть! Слова те, значит, здравствуй, и в день такой прекрасный! Повсюду слышим звон, мы шлем вам свой поклон, мы рады видеть вас в лесу у нас! Вдруг послышался какой-то шорох в кустах, и на тропинке появилась мама-бельчонка! Что такое? Почему вы здесь? Удивленно и испуганно спросила она малыша и белохвостика. Я от тебя, малыш, предупреждала, что уйду за грибами в дальний лес, но тебе я не разрешала сюда бегать. Да ты и дорогу сюда не знал! Как вы здесь очутились, зайчонкам? Малыш сначала ничего не мог ответить маме. Он прыгал вокруг нее, обнимал своими лапками и только одно повторял. Мамочка! Мамочка! Мамочка моя! Ты нашлась! Ты нашлась! Потом они с зайчонком, перебивая друг друга, рассказали ей о том, что случилось в их родном лесу. Мы чуть не погибли, мама! взволнованно сказал бельчонок и добавил тихо. А виноват в этом один я. Мы еле-еле успели убежать от огня. Просто, мамочка, я люблю много спрашивать. Я почемучка. Да не просто почемучка, а еще я липучка. Больше я не буду таким. Я все буду делать в меру, как ты говорила. Честные слова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!